Девушки отдыхают Джеймс тушит барбекю незнакомца, а я засыпаю девушку пылью. Всё это позже. А начнём мы с Макларена. Они заменили 650-й на новый автомобиль, который быстрее и на поворотах, и на прямой. Само собой, лишь один из нас имеет достаточно опыта, чтобы проехаться на нём. И это Ричард Упс, я сделал это снова. Хаммонд. Предыдущая модель отлично вела себя на дороге, но никогда не была красивой. И даже увлекательной. Но её замена — совсем другое дело. Она названа 720С, и с любого угла в каждой своей мелочи просто невероятно. начиная с моторного отсека, который загорается красным, когда открываешь двери. Да, по рейтингу поворота головы автомобиль явно может сравниться с Феррари 488 и Ламборгини Уракан. А что касается скорости и мощности, то он опережает их. Разгон до сотни за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 341 километр в час. Обе величины превосходят показатели итальянцев. В этой машине всё больше. И даже цена — 208 тысяч фунтов. Постойте, это не преимущество, это... Неважно, бог с ним. Мощность просто невероятная. Четырёхлитровый битурбированный V8 вырабатывает 710 лошадей. Для сравнения, механический двигатель P1 без своего гибридного ускорителя вырабатывает лишь на 17 лошадей больше. И общий результат... Ошеломляет! Какой же он быстрый! Но, несмотря на безумие, связанное со стайлингом и двигателем, 720-й по-прежнему вполне себе Макларен. Я имею в виду, что он создан технарями-ботаниками из королевства гиков. Попробую объяснить. Это, как я уже сказал, замена Макларену 650С. И если вы спросите у механика, на сколько обновился автомобиль, он ответит на 91%. Не почти полностью или около 90, а именно 91%. Джеймс Мэй пытался устроиться в Макларен, но ему отказали в связи с его излишней небрежностью. И все это невероятное гигство принесло свои дивиденды. Например, одна из причин красоты 720-го заключается в том, что это единственный автомобиль со средним расположением двигателя без огромных воздухозаборников за дверями. Вместо этого в Макларене сделали по всему кузову небольшие каналы, подающие воздух к моторному отсеку. Вот еще один факт. В 650-м углеволоконный монокок был вот такой высоты. На 720-м все это вот здесь, в середине, из углеволокна. Это значит, что вот эти углеволоконные стойки могут быть очень тонкими, что улучшает обзор и уменьшает вес. В целом удалось выиграть около 18 килограммов, а значит центр тяжести стал ниже, что хорошо. Кроме того, имеется подвеска, управляемая компьютером, которая стала еще более продвинутой, чем в P1.